И предпоследнее место в группе на данный момент, но расположение команд в таблице вы еще увидите. Что касается Датчан, то они главные фавориты этой шестой отборочной группы. Команда, которая дошла до полуфинала чемпионата Европы 84, команда, которая очень хочет в Мексику 86. Впрочем, как и сборная Советского Союза. До отказа заполнены лужники, очень много зрителей, все ждут победы нашей команды. Ну а перед матчем традиционная церемония приветствия и затем будут исполнены национальные гимны. Продолжение следует... 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 Я напомню, что вот за год до этого матча, чуть более чем за год, датская сборная пошумела в финальной стадии Чемпионата Европы и вышла из группы, а в полуфинале лишь по пенальти уступила испанцам. Причем по игре в основное и дополнительное время датчане выглядели как минимум не хуже, а где-то даже и лучше, интереснее, чем испанская сборная. В шестой отборочной группе оказалась сборная СССР и датчане. Вместе с ними здесь выступают также команды Швейцарии, Ирландии и Норвегии. Наша сборная начала выступление выездным матчем в Ирландии. Было это еще в сентябре 1984-го. Игра завершилась поражением со счетом 0-1. Затем была ничья с норвежцами также на выезде 1-1. После этого ничья со Швейцарией 2-2 и победа над той же Швейцарией дома 4-0. И вот затем поражение в Копенгагене со счетом 2-4. Поражение, которое вскрыло очень серьезные проблемы в организации игры сборной СССР и, прежде всего, в игре полузащиты и обороны. Так что вот сами можете еще раз прикинуть, после пяти проведенных матчей у сборной СССР лишь одна единственная победа над швейцарцами. И в оставшихся трех матчах нашим было необходимо набирать 6 очков максимум по 2 очка за победу. Но, напомню, тогда присуждалось на руку сборной СССР было то, что все эти матчи команда Малафеева должна была проводить на своем поле. 25 сентября против Датчан, та игра, которую мы наблюдаем. И затем еще в октябре две встречи предстояли с интервалом в две недели против Ирландии и Норвегии. Очень напряженная борьба отличала соперничество команд вот в этой шестой отборочной группе и исход ее был непредсказуем. Хотя, еще раз повторю, датчане изначально входили в число фаворитов всего отборочного цикла, но и своим выступлением по ходу этого отборочного турнира они, в общем-то, свою репутацию подтверждали. Ларионов с правого фланга сделал передачу в центр, и там уже прозвучал свисток арбитра. Олег Блокин недоумевает, что ж там такого неправильного он сделал. Но, тем временем, датчане уже разыграли мяч и идут вперед. Франк Арнесен был с мячом, далеко он продвинуться не сумел. Уже по первым минутам заметно, что гости довольно большие силы держат на своей половине поля. Выбрали такую ярко выраженную модель игры вторым номером. Это Александр Чивадзе, свободный центральный защитник нашей сборной. Позволил себе вылазку вперед и подал мяч в чужую штрафную. Чивадзе очень опытный игрок и один из тех в советской команде, кто принимал участие еще в чемпионате мира 1982 года. Оффсайт. Греческий судья на линии фиксирует. В положении вне игры забрался Олег Протасов. Еще один офсайт и снова у того же самого Олега Протасова. Сто тысяч зрителей на трибунах в Лужниках. Аншлаг, как мы уже успели заметить перед началом этого матча. Ну и погода, по крайней мере, в первом тайме достаточно хороша, достаточно пригодна для футбола. Хотя, сами видите, шли дожди в Москве и поле не в идеальном состоянии. Татчане стараются практиковать короткий и средний пас на первых минутах этой встречи. Впрочем, вот именно такая манера игры была свойственна для датской сборной тех времен. И можно заметить, что такой солидный кулак именно в центральной зоне сосредоточили в гости. В общем-то, пока в основном думают об обороне, да и сборная Советского Союза заставляет соперника основные усилия, основное внимание сосредоточить именно на обороне собственных ворот. И снова зенитовец Лорионов по правому флангу сделал рывок. Передача в штрафную получилась не самая лучшая, ну а потом уже. Мортен Ольсон оказался на газоне и Вассерас дал очередной свисток. В касании датчане преодолевают середину поля. И вот, пожалуй, первая потенциально опасная их атака. Три в два. Очень четко действуют наши защитники. И Досаеву не приходится вступать в игру. И здесь уже советские футболисты демонстрируют навыки игры в одно касание. На тяжелом поле делать это не так-то просто. Ну и обратите внимание, что тогда в Лужниках был еще естественный газон. В никаком ковре третьего, четвертого, пятого поколения речи не было. Есть такой борцовский прием. Против датчанина применил наш футболист. Поймал на бедро. Правый фланг пока у советской команды более активен. Как правило, мяч туда направляется, прежде чем быть доставленным ближе к штрафной. А это правый защитник датской сборной Джон Сивебак. Сделал не совсем точную передачу. Сивебак, которому ждет очень-очень долгая карьера в национальной команде. А в 92-м году датчане станут чемпионами Европы. И Джон Сивебак сыграет на том перерестрах, будет основным игроком и получит золотую медаль. Но это будет, сами понимаете, еще очень-очень не скоро. Мы практически не видим Рената Досаева, потому что вся игра идет на половине поля датчан. И их редкие попытки создать что-то вблизи наших ворот пока успеха не имеют. Сыграно уже 10 минут. Обязанности между нашими защитниками распределены четко. И наверняка вы не удивитесь, узнав, что тогда практиковалась широко персональная опека. Ну и вот в частности у нас в этом матче Александр Бубнов присматривает за Пребина Мелькияром, пожалуй, самым опасным нападающим, самым опасным игроком атакующей линии датской команды. И за Михаилом Лаудропом присматривает Геннадий Морозов, который действует номинально на правом фланге обороны. А слева у нас Анатолий Демьяненко, и вот именно он сейчас был с мячом, Олейников мяч подобрал. Федор Черенков боролся с соперником и Сарен Лербе нарушил правила. Федор Черенков играл довольно заметную роль в системе вот этой команды, которой руководил Эдуард Малафеев. Команда включала в себя представителей самых разных клубов, но стиль ее можно было определить как атакующий, и это было бесспорно. В общем, Малафеев старался привить национальной команде лучшие черты того футбола, который принес успех его клубной команде, Минскому Динамо. В 1982 году минчане под руководством Малафеева стали чемпионами СССР и буквально очаровали всех очень живым, зрелищным, комбинационным атакующим футболом. В сборной немножко условия другие были для работы, и такого количества времени просто физически не мог Малафеев уделять отработке командных действий, и взаимопонимание иногда оставляло желать лучшим. Элькер пробил поворотом намного в сторону и выше, и, судя по всему, дернул мышцу. На Евро-84 в полуфинале против сборной Испании, о котором я уже вспоминал, Прэбин Элькер не забил послематчевый пенальти. Но в целом его игра на том турнире произвела очень серьезное и очень солидное впечатление, так же, как, впрочем, и игра всей датской сборной. Федор Черенков. Игра в касание. Демьяненко уже оказывается в чужой штрафной. Мы еще не раз в этом матче увидим рейды наших крайних защитников на чужую половину поля и Морозовой, и Демьяненко. И смену мест тоже очень активно практиковали наши футболисты. Тоже это была одна из характерных примет игры команд, которыми руководил Эдуард Малафеев. Бубном с мячом. Снова датчане отдают середину поля нашей команде и встречают уже ближе к своей штрафной площади два таких очень мощных оборонительных редута. И не так-то просто их преодолеть. Видите, что как только на фланге наш футболист обыгрывает одного соперника, тут же рядом вырастает второй. В воздухе Черенков немного шансов имел против Бертельсона, но подбор за советской командой и очередная атака левым флангом Анатолий Демьяненко с мячом. Вот здесь через центр пробиться архи сложно. Я уже обращал ваше внимание на то, что датчане большой такой контингент игроков. Такой мощный кулак собирают именно в центре. Ларенов зарабатывает угловой. В опорной зоне у датчан нередко можно видеть сразу трех футболистов. И Лербю, и Бертельсона, и Бергрена. И, конечно же, внимательно по позиции играют защитники. Это Франк Арнесен на ваших экранах. Арнесен, как и подавляющее большинство остальных полевых игроков сборной Дании, выступал в те годы за рубежом. Сборная Дании была такой классической сборной легионеров. Вот замена. А понадобится в составе гостей. Элькер не сможет продолжить игру. Олейников. Изо всех сил старался избежать офсайда и сделать передачу вовремя. Но все же партнер его забрался в положение вне игры. Это был Сергей Гоцманов, у которого седьмой номер на футболке. Перфриман выйдет сейчас на поле. Именно он заменит Прэбена Элькияра. Что касается искусственного офсайда, то датчане были большие мастера по этой части. И, в общем, не раз этот элемент игры, этот элемент тактики приносил им успех. Хотя иногда вот такая офсайдная ловушка давала сбой. И тогда это приводило к очень печальным последствиям. В какой-то степени это аукнется команде Зеппо Пионтека. И год спустя на чемпионате мира уже непосредственно в финальной его стадии. Микаэль Лаудруб. Игрок итальянского Ювентуса на тот момент. Ну и будущий главный тренер московского Спартака. Лаудруб перехватывает мяч. Жестко его встречают в центре наши футболисты. И Васарас дает свисток. Лаудруб в последнем туре итальянского чемпионата, в последнем туре перед тем, как отправиться в сборную, забил гол за свой Ювентус. Так же, как и Пребен Элькияр забил за свою итальянскую команду Верону. Ну вот Элькияр уже поле покинул. Бертельсен. Готсманов зацепил его, но мяч остался у датчана, поэтому греческий судья не дал свистка. Что касается датчан, то они начали этот отборочный цикл с минимальной победой над норвежцами. Вот за пентак, кстати, на наших трамах. Так вот, выиграли 1-0 у Норвегии дома. Затем проиграли швейцарцам на выезде с таким же счетом. Ну а потом разгромили сборную Ирландии 3-0 и добились достаточно убедительной победы над сборной Советского Союза 4-2. Вот такие успехи. Четыре матча, три победы и лидерство в шестой отборочной группе. Арнесен. Мяч пришел в нашу штрафную и даже состоялся удар по воротам, но удар очень-очень неточный в исполнении Иона Бертельсена. Чивадзе. Пас другому центральному защитнику Бубнову. И снова ищет Александр Чивадзе, возможно, адресат. Для передачи обострил. Мяч оказался в штрафной, но там с Госпаном справились датские защитники. Сергей Гоцманов настоящий универсал и нередко за матч он менял две, а то и три позиции. Вот и в этой встрече мы видели его на левом фланге полузащиты и атаки. Уже и в центре несколько раз наблюдали, но думаю, что он и направо будет наведываться. Так же, как и в Сайд-клубе Минского Динамо, где Гоцманов не поиграл разве что в воротах. А так действовал и в роли форварда, и в полузащите, и в обороне. Черенков потанцевал над мячом, но передача не прошла. Датчане стараются сбивать темп, что им на руку, про их манеру. Играть в пас мы уже с вами говорили. Ну и вот сейчас очередное такое подтверждение. Мячом дорожат гости. И просто так безадресно, абы куда вперед его не забрасывают. Морто Нольсон. Вот Лаудруб по мяч отскочил и ушел за пределы поля. Лаудруб достаточно молод. Ему 21 год всего лишь. Ну и вообще вот в этом составе датской сборной немало футболистов еще достаточно молодых по футбольным меркам. И это значит, что команда с перспективой. Собственно, Заппионток и не скрывал, что Евро 84 было лишь этапом, в каком-то смысле этапом подготовки к мировому перерывству. Ну и, собственно, уже с начала 80-х датская команда приковывала к себе внимание. Хотя не удалось ей пробиться в финальную стадию чемпионата мира 82-го года. От датчан многое выждали, но они закончили соревнования в отборочной группе в роли аутсайдера. Сергей Олейников. Выполнять мог самые разные обязанности в центральной оси. И, в общем, в этой встрече он действует на позиции опорного полузащитника. Но в дальнейшем, по ходу своей карьеры в сборной Советского Союза, будет периодически и в центрального защитника играть, но и под нападающими тоже при необходимости он мог действовать и был там также хорош. Олейников – это один из чемпионов Советского Союза 82-го года в составе этой команды. Точно так же, как Сергей Гоцман, допустим. Ну и есть еще в запасе Георгий Кондратьев. Примерно за месяц до этого сборная СССР проводила товарищеский матч здесь же в Лужниках против западно-германской сборной и победила со счетом 1-0. Там победный гол забил также минский динамовец Андрей Загмантович. Но вот к этой встрече он подошел с травмой и в составе его не оказалось. И, кстати, вот отсутствие Загмантовича – это единственное изменение в стартовом составе по сравнению с тем матчем против сборной ФРГ. И заменил, номинально заменил Загмантовича Николая Ларионов, который действует на правом плане нашей команды. Бертельсон. Он часто получает мяч. Но две трети его передачи следует поперек и назад. В этом смысле гораздо больше обострений исходит от восьмого номера Франка Арнесона. Датчане не правы и есть возможность быстро разыграть штрафной у наших футболистов. Но теперь уже эта возможность упущена, потому что встал буквально над мячом датчанин. Олег Блохин не мог сразу делать передачу, да и партнеры там тоже припозднились. Близится к середине первый тайм. И пока ничья 0-0. Был стартовый натиск в исполнении нашей команды. Потом датчанам удалось мяч потихоньку прибрать себе. И давненько мы уже не видели даже подобие угроз с воротом, которые защищает Трелл с Расмусом. Наши разыгрывают мяч, а тем временем вы видели, что за бровкой врач и массажист оказывают помощь Николаю Лорионову. И вот какой неприятный для Расмуса на момент. Он едва на секунду успел опередить Сергея Олейникова. Вот Расмусом, в отличие от полевых игроков сборной Дании, выступал у себя на родине и за границу так и не поехал никуда. Я имею в виду его клубную карьеру. Справой угловой у нас подает Олег Блохин. Подкручивает по направлению к воротам с левой ноги, с своей коронной. Но датчане неплохо действуют в воздухе. А вот получится ли у них контратака. Может быть и получится. Фриман набирает высокую скорость, но слишком далеко отпускает от себя мяч. Очень спокойно действовал Александр Чивадзе. Не дергался никуда. Занял такую выжидательную позицию и довольно легко завладел мячом. Как раз вот спокойствие, уверенность и умение четко играть позиционно отличали Александра Чивадзе. Именно такой человек и нужен был сборный на позиции Либера. Вот видите, что я вам говорил. Сергей Гоцманов уже на правом фланге. Сейчас этого потребовала ситуация. Мы помним, что Лоренов получил повреждение. Вот вакансию эту на фланге заполнил Гоцманов. Лаудруб Бубнов здорово играет в отборе. Очень чисто лишает датчанина мяча. И снова Чивадзе выполняет длинную передачу к линии чужой штрафной. Датский защитник сыграл уверенно. Потом в жесткий отбор пошел Гоцманов. Гоцманов вообще не церемонится с соперниками. Ну и вот Александр Заваров выйдет на поле вместо, очевидно, Николая Лоренова. У датчан была вынужденная замена в самом начале этой встречи. И вот теперь у сборной Советского Союза тоже. Эдуард Малафеев привлекает внимание арбитра. Показывает, что необходимо провести замену. Пока вот несколько минут, две или три минуты наша сборная провела в численном меньшинстве. Александр Заваров из киевского «Динамо». Эта команда была уже далеко не первой в его клубной карьере. Выступал за «Зарю» из Ворошиловграда. Выступал за ростовских армейцев. Но настоящая известность и слава пришла к нему именно в Киеве. И Заваров выходит на поле вместо Лоренова. Вот с учетом этой замены можно констатировать, что состав сборной СССР стал еще более атакующим. В общем, все-таки Лоренов, фланговый игрок, который мог действовать и в обороне, и в полузащите. Но уж никак его нельзя было отнести к игрокам линии атаки в таком строгом смысле. А Заваров играл под нападающими, мог играть чистого форварда. Так что, по идее, творческий потенциал сборной СССР должен только возрасти от этой замены. Ну а датчане верны себе, они не торопятся. И получив право на штрафной на нашей половине поля, не спеша разыгрывают мяч. И вот видите, доводит его до своего последнего защитника. Мортен Ольсен пасует вперед, и Арнесен не успел к мячу. Бубнов. Гоцманов. И Гоцманов потянул мышцу, очень не кстати. Одна замена у нас уже произведена. Я напомню, что в те годы разрешалось только двух футболистов менять по ходу матча. Неважно, это полевые игроки или вратарь. Только две замены. И одна уже сделана, и сейчас лежит на правой бровке Гоцманов. Чивадзе. Точный пас. Но там очень сложно было Олегу Протасову в борьбе с датскими защитниками и вратарем. Для Олега Протасова этот год, 85-й год, стал самым продуктивным с точки зрения забитых мячей. Он наколотил их 35 и установил рекорд чемпионатов Советского Союза. И получил серебряную бутю. Но это будет чуть позже, пока еще Сигон 85 продолжается. Вот видите, что Заваров действует ближе к левому флангу и занял позицию, которую до него занялся Сергей Гоцманов. Наши были в атаке, Черенков очень здорово мяч перехватил, но там в штрафную войти не удалось. Могло показаться, что Буск подыграл себе рукой. Вот поэтому и зашумели трибуны. Но Вассарас, греческий судья, определил, что никакого нарушения правил не было. Олейников. Заваров, он сместился в центр и бьет поворотом издали. Вот правильно, потому что давненько уже не тревожили датского голкипера наши футболисты. И можно вспомнить за последние минуты 15 только момент, когда свой же защитник крайне неудачно отбрасывал мяч Расмуссену, и Олейников едва его не опередил. Так вот, ударов маловато, и то, что Заваров сейчас решился на выстрел с дальней дистанции, пусть этот выстрел оказался и неточным, это все равно хорошо. Это нужно приветствовать. Сорен Лерби в касание, отправлял мяч вперед. Заваров. Увидел партнера еще до того, как принял мяч и сделал пас в касание. Олег Блохин, попытка прострелить, и снова угловой удар. Датчане всей командой практически пришли в собственную штрафную, и Клаус Бергрен, девятый номер, выбил мяч далеко в сторону от ворот. Вот нам показывают Фримана, который, напомню, вышел на замену в самом начале, по сути, матча. На 14-й минуте, если быть верным протоколу, Пиар Фриман заменил Пребена Эль Киара. Фриман получил известность, главным образом, по выступлениям за бельгийский андерлехт. Вот опасная атака. Протасов пасует в центр штрафной, но там один партнер проскочил, а другой просто не успел. Лаудруб. Геннадий Морозов. Противостоял ему тут же. Демьяненко пришел на помощь. Ну и все. Снова наши защитники совершенно спокойно ликвидировали угрозу взородыша, и уже Федор Черенков готовился начать атаку, но не заметил, как сзади к нему подкрался датский футболист. Лярбио. Севибак на Буско пасует. Буско, центральный защитник, старается не рисковать. Передача только ближнему. Ну а там мяч ушел за пределы поля. Протасов. Теперь Протасов, можно предположить, будет больше маневрировать, и иной раз его место в линии атаки станет занимать Александр Заваров. Морозов, московский спартаковец. Это Анатолий Демьяненко. Это русский комбов, деликой на токот по итогам. Олейников имел возможность подумать, оценить ситуацию, но вот пас отдал не точно. Та тактика, которую избрали датчане, выжидательная тактика, она, в общем-то, наверное, совершенно оправдана. Совершенно нет никакого резона рваться вперед, сломя голову, и непременно вырывать зубами победу команде Заваров. Потому что ничья ее вполне устроит, исходя из того расклада сил, который вот на данный момент сложился в шестой отборочной группе, исходя из того количества очков, которые набрали, а еще, правильнее сказать, потеряли датчане. Потому что, еще раз напомню, что именно по потерянным очкам сборная Дании безусловный лидер шестой отборочной группы вот на данный момент. Да, у нее столько же очков набрано, сколько у соперников из Швейцарии и Ирландии, но при этом датчане сыграли на два матча меньше, чем эти сборные. Заваров. Передача во фланг. И Федор Черенков навешивал слева, но получилось слишком высоко. Буск. И удар отворот. Да, мы играли, как говорится, с четырех в шестой отборочной группе, в те моменты, где Сориеттарь Болтен. И это мы можем сделать, потому что Морти Олсен был так интересен, и потому что мы имеем в виду Иван Нелсен и Сан-Буск, что мы имеем в том, что Европас лучшие лучшие соперники. И когда мы ускажем Сьюбэкс кампы между Ирландом, и также семифинален в Франкриге между Испанией с последствием, то я думаю, что мы очень хорошо делаем. Но мы не должны забывать, что нашей команде противостоит очень сильный сбор. сборная, сборная Дании, которая славилась не только индивидуальным мастерством своих звезд, но и очень высокой организацией игры. И вот еще одна атакующая акция датчан, которая, правда, завершается крайне неточной передачей Микаэля Лаудрупа. Менее точным пасом начать атаку, это тоже одна из позитивных характеристик защитника. Мы уже отмечали, как Александр Чивадзе мог делать передачи на дальние дистанции, очень точные передачи. Александр Мугнов тоже этим умением обладал, что, в общем, наверное, добавляло вестов нашей команде именно с точки зрения построения атакующей игры, добавляло ей вариативности, что ли. Можно было таким образом быстрее доставлять мяч в чужой штрафной, что особенно важно было по той игре, которую избрал соперник в этом матче, по той оборонительной, явно оборонительной игре, которой придерживались датчане. Совсем по-другому эта команда действовала в Копенгагене в июне этого же года, 1985 года, когда обыграла нашу сборную со счетом 4-2. Там, правда, не обошлось без довольно серьезных ошибок наших защитников. И победа датчан была закономерна. Досаев ловит мяч и тут же быстро вводит его в игру на Федора Черенкова. Бросает, Черенков осмотрелся, набрал скорость. Но в последний момент мяч подскочил. Вот как раз поле подвело, и Бертельсон ликвидировал прорыв нашего атакующего полузащитника. И сам Ион Бертельсон шел вперед, но дошел только до Сергея Гоцманова. Вот то, что крайние защитники у нас активно подключаются к атакам. Я говорил о Демьяненко, о Морозове. Это, в общем, налагает определенные обязанности на хавбеков, которые располагаются на флангах. И понятно, что подстраховка должна существовать. И поэтому Гоцманов зачастую остается на своей половине, в то время как его крайний защитник движется вперед. Демьяненко сейчас слева. Рвется в атаку, за ногу его хватал датчанин. Но передача последовала, и последовал удар поворотом в суббойной позиции. Протасов завис в воздухе и нанес этот удар. Правда, точно в руки датском уголке. Демьяненко еще раз посмотрите. Такой жест отчаяния со стороны датского защитника, но помешать Демьяненко выполнить точную передачу он все равно не сумел. Сивебак. По его флангу прошел Демьяненко. В общем, наверное, какие-то претензии ко второму номеру датской сборы должны быть предъявлены. Вот он сейчас пытается вину загладить, но получилось это, так скажем, процентов на 30. Он завладил мячом, притащил его на чужую половину поля, а пас отдал совершенно безадресный. Фрейман. И мяч снова у Дасаева. Дасаев старался мяч у себя не задерживать и моментально, как правило, рукой вводил его в игру, бросал вперед. И благодаря этому нашей команде удавалось быстро переходить в атаки, в контратаки. Это Мортон Ольсон. Капитан датской сборной. Играл очень долго, чуть ли не до 40 лет, но и потом по завершении карьеры стал тренером. Севебак. Арнесен. Ушел мяч, жестко поставил плечо сопернику Геннадий Морозов и ничего не смог датчанин поделать с нашим футболистом. Готсманов. Четыре минуты до перерыва, пока по-прежнему 0-0 в отборочном матче к чемпионату мира 86 между сборными Советского Союза и Дании. Игра проходит в Москве, в Лужниках, на центральном стадионе имени Ленина в присутствии 100 тысяч зрителей. Иван Нильсон выбил мяч за пределы штрафной, ну а дальше Клаус Бергрен. К середине поля уже мяч направил. Хорошая игра в пас, Заваров, попытка пробить с левой ноги. Блохин отыгрывает назад. И снова обратите внимание на то, как датчане очень организованно и четко выполняют искусственный офсайт и срывают атаку советской сборной. Как и мир? Сынка старается, а потом наступает в третий стадии. Поэтому я с вами был выращенник в третий стадий. Я припадаю сейчас к этому делу, но в третий стадий не было. И я считаю, что он будет нестануться и я... А тут не будет. И с вами был, в третий стадий. То есть попытки как раз быстро пройти середину поля были в исполнении хозяев, но они, как правило, умело гасились датской полузащитой. И не случайно количество моментов и даже полумоментов у ворот Расмуссона можно пересчитать, по сути, по пальцам одной руки. Быстрой игры в пас у советской сборной до перерыва не получалось. Заваров. Можно сказать, что передержал мяч Александр Заваров. Передача направо имела право на существование. И вот тогда датчанам было бы посложнее, потому что там справа Гоцманов был совершенно неприкрыт и мог продвинуться вперед и дальше уже простреливать или передачу отдавать верхом, а может даже и бить поворотом. Ну, об этом уже говорить бессмысленно. Новая атака сборной СССР может родиться вот благодаря этой длинной передаче. Буск четко сыграл, правда, головой. И здесь датчане разобрались. Лербе. Лербе отличный пас в стиле Чивадзе. Но Франк Арнесен не смог переиграть Геннадия Морозова. Гоцманов. Черенков. Если вы обратили внимание, то во второй половине первого тайма мы довольно часто видели Геннадия Морозова, номинально правого защитника, на левой бровке. Вот то, о чем я вам говорил, это вариативность в действиях футболистов, команды, которую тренирует Эдуард Малафеев. Видите, что сейчас, по сути, номинально правого защитника у нас играет Гоцманов. При этом он активно подключается вперед. Морозов с левого в обороне и фактически левого полузащитника исполняет Анатолий Демьяненко. Вот так вот, примерно в такой расстановке сборная Советского Союза завершала первый тайм. Наверное, последняя атака Датчан. Сорен Лерби был с мячом. Далеко ему продлиться не удалось. И Антониус Вассерас дал свисток к окончанию первого тайма. 0-0 после 45 минут игры во встрече сборных Советского Союза и Дании в Лужниках. Чемпионат номер 86 между сборными Советского Союза и Дании. Пока 0-0 в этой встрече. Этот счет никоим образом не может устраивать наших футболистов. Потому что им нужна только победа с тем, чтобы реально включиться в борьбу за одну из двух путевок в финальную стадию мирового первенства, которая пройдет год спустя в Мексике. Датчан, ничейный результат и промежуточный, и итоговый, если он будет достигнут, абсолютно устраивает. Потому что у них больше очков набрано и им еще больше матчей осталось провести до финиша отборочного турнира. Антониус Вассерос, греческий арбитр, на ваших экранах довольно четко отсудил в первом тайме. Хотя, может быть, в одном из эпизодов не рассмотрел ни он, ни его помощник на линии игру рукой со стороны датского защитника. Но вспоминать это уже никакого смысла нет. Второй тайм вот-вот начнется. И еще раз я напомню составы команд, тем более, что две замены были произведены еще по ходу первой половины встречи. В сборной СССР Досаев в воротах под первым номером, в поле второй Геннадий Морозов, третий Чивадзе, четвертый Демьяненко, пятый Бубнов, четырнадцатый Заваров, седьмой Гоцманов, восьмой Черенков, девятый Олейников, десятый Протасов и одиннадцатый Балахина. Дород Малафеев, старший тренер нашей команды. Дания. Расмуссен в воротах под первым номером, в поле второй Сивибак, третий Буск, четвертый Мортен Ольсен, пятый Иван Нильсон, шестой Лербю, седьмой Бертельсен, восьмой Арнесен, девятый Бергрен, тринадцатый Фриман и одиннадцатый Микаэль Лаудруб. Зэп Пионток, главный тренер сборной Дании. Наши активно начинают второй тайм и зарабатывают штрафной на чужой половине поля. Олег Блохин. У мяча рядом Чивадзе. Чивадзе, но судя по всему именно Блохин будет выполнять то ли удар, то ли передачу в штрафную. Мягкий наброс, датчане выбивают мяч. Бубнов. Тут же Немешко возвращает его вперед. Датчане задержались. Иван Нильсон и Мортен Ольсен создали фронт атаки, глубину этого фронта для нашей команды. Фриман, его активность ни к чему не привела. Олейников посует на Черенкова. И датчане вот так вот на отбой защищаются. Никого там впереди не было. Фриман возвращался назад. А Лаудруб задержался в центре и просто выносил мяч куда подальше. Датский футболист. Это был Клаус Бергрен. Навес в штрафную. Расмуссен здесь никаких конкурентов и никаких проблем не имеет. И спокойно мяч забирает. Пару раз всерьез пришлось в первом тайме вступить в игру Троллсу Расмуссену. И оба раза он действовал надежно, спокойно, уверенно и хладнокровно. Хотя вратарская позиция в сборной Дании тех лет была отнюдь не сильнейшей. Ни Расмуссена, ни его коллегу Оле Квиста невозможно было отнести к звездам европейской величины. Лербио. Джон Сивебак. Подарил мяч на советской команде. Заваров. Александр Заваров в первом тайме заменил получившего травму Николая Ларионова. Пас в штрафную. Заваров не сумел обработать мяч, но передача была не самой удобной. Вот видите, что с началом второго тайма дождь пошел в Москве, и зрители в Лужниках открыли зонтики. По такой погоде, наверное, очень хороши удары издали, и, возможно, наши футболисты испробуют это оружие. В первом тайме, пожалуй, только Александр Заваров отважился разок пробить с дальней дистанции. И вот вторая замена у датчан готовится. Любопытно. В самом начале второго тайма, сразу после перерыва, может быть, и она, эта замена, так же, как и первая, вынужденная. Иван Мельбюр выходит под 12 номером вместо Ивана Нильсона. В линии обороны перестановки тренеры, как правило, делают только по нужде, только по необходимости. И раз так, то можно предположить, что Иван Нильсон получил какое-то повреждение. Анатолий Демьяненко у мяча. Трое датских футболистов в стенке. Пас Морозов. Удар и мяч в сетке ворот. Олег Протасов. Подправляет его точно в створ после того, как Геннадий Морозов попытался, видимо, пробить по воротам, но получился вот такой вот голевой пас. Еще раз смотрим на вес Демьяненко. Морозов головой дальше продолжает движение мяча на дальнюю штангу. И Олег Протасов, выскочив из-за спин датских защитников, открывает счет. Олег Протасов, номер десятый. Скоринг по ЮССР. Олег Протасов, номер 10. Олег Протасов, номер 10. Очень важный гол забивает наша команда. Гол, который позволит чуть свободнее себя чувствовать и, возможно, создаст нам какие-то дополнительные варианты в атаке, потому что датчане волей-неволей должны будут как-то раскрываться с тем, чтобы пытаться сравнивать счет. Морозов продолжает наши защитники активно поддерживать атаки. Серия стеночек, таких спартаковских. И не случайно здесь Федор Черенков принимал в них участие. Ну и Олег Блохин, который, может быть, у себя в Киеве к немного другому футболу, точнее совсем другому футболу привычен. Вот сейчас и он принял участие в этой комбинации. Меч, правда, не лег как следует на ногу и удар по воротам не состоялось. Сиви Бак против Блохина. На 10 лет Олег Блохин старше Джона Сиви Бака. Видите, что наши футболисты прессингуют. Этот прессинг приносит результат. Мяч отобран. Но здесь Ян Мельби, который недавно вышел на замену, подстраховал своих партнеров. И вот Мельби уже с мячом на чужой половине поля. Датчане большими силами переходят к нашей штрафной. В первом тайме таких атак в их исполнении практически не доводилось видеть. Вот и защитники пошли. Сиви Бак поднял руку. Партнеры его заметили. Отдали мяч. Пас такой довольно стандартный. К линии штрафной. И там советские футболисты оказались на чеку. Черенков постоит Протасов. Протасов убирает защитника одним движением. Но там подстраховка сработала у датчан. И удалось им нейтрализовать вот этот прорыв Протасова. Черенков. Протасов. Удар поворотом. Расмуссен ногой отразил мяч. Еще одна опаснейшая атака сборной СССР. Вот сейчас в эти минуты преимущество нашей команды не вызывает сомнений. Собственно, оно территориальное преимущество. Игровое оно было весомым и до перерыва просто не было моментов у датских ворот. А сейчас они один за другим пошли. Морозов. Красиво сыграно. И удар поворотом. Рикошет. Вытаскивает мяч Расмуссен из правого угла. Олег Блохин пробил поворотами мяч. Кого-то там заделал датчан по дороге. Традиционный для нашей команды в этом матче розыгрыш углового. Точнее, подача именно на ближнюю штангу. В начале игры вот такой вариант приносил остроту, но потом датчане, судя по всему, приноровились. Стоит отметить, что сборная СССР в 80-е годы провела просто фантастическую серию домашних матчей, когда одерживала победу за победой в официальных и товарищеских встречах и сохраняла свои ворота в неприкосновенности. Вот этот матч один из примеров подобного рода. И наши сейчас могли увеличить разрыв в счете. Снова опасен был Олег Блохин. Здесь еще и Заваров принял очень активное участие в этой атаке. Ну а последнюю передачу Блохину отдавал Федор Черенков. И красивый прыжок Расмуссона. Заваров уже на своей половине отбрасывает мяч Рената Досаева. Морозов. Жесткое единоборство, и Морозов выходит из него победителем. Заметно, как датчане стараются переломить ход матча. Они понимают, что только активностью, движением и встречной контр-игрой можно как-то отодвинуть угрозу от своих ворот. Но пока все это приводит лишь к тому, что свободная зона образуется на половине поля датчан. И сборная СССР уже после того, как Протасов открыл счет, имела три очень хорошие возможности для того, чтобы забить второй мяч. Настрой на победу наших футболистов был очень высоким. Он был заметен. И наставник датчан Зеппионток как раз после игры именно этот компонент отмечал. Хотя отметил, что и его команда большую часть матча смотрелась достойно. Арнесен ушел у Толейникова, потом чуть притормозил и сделал передачу налево. Лербе. Отыграл на Фримана, ну а тот попытался за счет индивидуальной техники продвинуться вперед. Ничего не получилось. Там футболисты сборной Советского Союза уже заняли позиции на своей половине и лазеек практически не оставили датчанам. Зато вот здесь есть простор для маневра. Демьяненко пасует на Блохина. Блохин подает штрафную. Успел все-таки кончиками пальцев коснуться мяча Расмуссен. Если бы он этого не сделал, то мог бы состояться второй гол. Мяч ушел уже за пределы поля. Да, там, по-моему, на Протасова выполнял передачу Олег Блохин. И вот если бы не Расмуссен, то Протасов мог бы бить уже в пустой ближний угол. Мы уже говорили о том, что в первых матчах, этого отборочного цикла, было заметно, как не хватает еще слаженности, сыгранности нашей команде. Ну вот стартовый отрезок второго тайма против датчан в особенности, ну а так и в целом вот эта игра, они, в общем-то, подтвердили то, что находится на правильном пути наша команда, и постепенно ее игра становится все более и более стройной, и от этого более мощной в атаке, более надежной. В обороне, по сути, соперников наших мы в деле впереди и не видели в этом матче, пока, по крайней мере. Большую часть матча Досаев откровенно скучает. Дождь, конечно, мешает, мешает играть в комбинационный футбол, но техничным игрокам это не то, чтобы не помеха, это для них не катастрофа, а техничных футболистов и у нас у датчан достаточно. Сиви Бак пробежал мимо мяча, Бертельсен подал в штрафную, а здесь очень спокойно действует Анатолий Демьяненко. Демьяненко, Блохин, Заваров. Это вот те футболисты, которые представляют Киевское Динамо в том составе, который сейчас на поле. Ну и есть те, кто окажется в Динамо позже, ну я имею в виду Олега Протасова, который выступает за Днепровод в том 85-м году, ну а через несколько лет переедет в Киев. Ударов много во втором тайме по датским воротам, в отличие от первой половины встречи. Я думаю, что как раз вот этот компонент, на который обращал внимание Дуарг Малафеев в перерыве, не просто комбинировать нужно, не просто точно играть в пас, но и стараться угрожать воротам как можно чаще. Бить по воротам, потому что без ударов добиться голов очень сложно, только благодаря каким-то рикошетам. Госманов бросил мяч на Черенкова, Заваров. До Протасова передача не дошла. Не сделал поправки на мокрое поле, на скользкий газон Серен Лерби. Вот поэтому мяч так далеко ускакал, и партнер не имел шансов добраться до него. Все-таки большая часть фотокорреспондентов располагается за воротами, которые защищают Расмуса. Это тоже, наверное, говорит о характере встречи. Фотокоры люди опытные, их не проведешь, и они чуют, где стоит ждать голевого момента, где стоит ждать голевого завершения атаки. Олег Блохин. Его 95-й матч в составе сборной Советского Союза. Оставил мяч Демьяненко. Блохин. Смело пошел в обыгрыш. Смотрите, сумел себе отвоевать мяч, правда, по мнению арбитра, с нарушением правил попал по голеностопу. датскому футболисту. Снова высокий прессинг в исполнении сборной Советского Союза. И снова он оказывается действенным оружием против датчан. В данном случае Олейников сыграл четко и позволил нашей команде снова забрать себе мяч и начать очередную атаку. Черенков. Очень красиво. Олейников, Черенков. Олег Блохин там же был в центре. Снова наши накрывают датчан. Едва те завладели мячом и только-только попытались поднять голову. Заваров. Удар поворотом. Отличный пас Заварова и хороший удар в противоход датскому голкиперу нанес Олег Протасов. И чуть-чуть не повезло. Мяч прошел рядом со штангой. Видите, что перенес уже вес тела на левую ногу Расмуссен. Может быть, думал, что Протасов будет стараться перевести мяч кивком головы в дальний левый от него угол, а удар последовал в ближний угол. И потом вот этот красивый прыжок Расмуссена мог уже и не помочь, если бы мяч попал в створ. Мигаил Лаудруб возглавляет атаку своей команды. Трое партнеров уже в штрафной. Лаудруб туда же рвется, но бьет из-за пределов. Не самый приятный момент, прежде всего потому, что мог какой-то рикошет случиться, но мяч никого не задел. Аринат Досаев идеально выбрал позицию, прыгать не пришлось. Мяч, будь то сам прискакал к нему в руки. По тем эпизодам, когда мяч находится у датчан, можно обратить внимание, что несколько перестроили свою игру в персональном смысле защитники советской команды. И теперь уже Лаудруба чаще всего опекает Александр Бубнов. В начале матча это поручалось Геннадию Морозову, но у Бубнова тогда был свой клиент Прэбен Эль Кьяр, который в самом начале встречи получил травму. По сути, спартаковский защитник Морозов обладал очень хорошо поставленной высокой такой культурой паса. Впрочем, в его карьере был не только Спартак, если мы берем клубную ипостась, и за московское Динамо Геннадий Морозов тоже успел поиграть. Мерби, который вышел на поле у Датчян в начале второго тайма так вот визуально кажется несколько тяжеловатым, но он постоянно оказывается в нужной точке, постоянно находится там, где мяч и несколько потенциально опасных атак советской сборной сорвал именно 12 номер Датчян. Бергрен. Иван Нильсон с мячом, передача низом. Вы видите, что Датчяне не в пример первому тайму не оттягиваются сразу же на свою половину после потери мяча всем списочным составом. Нет, там кто-то норовит вступить в борьбу еще до того, как мяч дойдет до центральной линии. Защитники стараются выдвигаться вперед и встречать активно наших футболистов, играть на опережение, не давать им принимать мяч. Ну и большая группа игроков датских задерживается даже при потере мяча на чужой половине в надежде, что их партнерам в средней линии удастся совершить перехват и таким образом организовать вторую волну атаки. Да, поражение не станет трагедией для датчан, но проигрывать никому не хочется и поэтому все усилия команда Пионтока предложат к тому, чтобы вернуть равенство в счете и хотя бы одну очко из Москвы увезти. Вот шайбу, шайбу, слышен клич советских болельщиков, очень хорошо нам знакомый. За воротами, которые сейчас защищает Ренат Досаев, можно заметить довольно много красных флагов, хотя тогда вот подобный антураж с флагами и уж тем более с какими-то баннерами был весьма непривычно для наших стадионов. Тогда, в общем, и слово такого баннер примитивно к спортивным соревнованиям у нас еще не знали, оно не употреблялось, но если что-то было написано на таких вот плакатах самодельных, то, как правило, то же самое шайбу-шайбу. Михаил Аудруб пытался обострить, ничего не получилось. Правда, удалось выиграть право на еще один угловой или даже штрафной. Да, в этом эпизоде смотрел нарушение правил со стороны советского футболиста, греческий рефери Вассерос, и поэтому мяч еще приблизился к нашим оборотам. Лербио. Геннадий Морозов выбивает мяч за пределы штрафной. И тут же футболисты в красных майках бегут в контратаку, но датчане ее нейтрализовали. Вот смотрите, какой сильный дождь. Ливнем это назвать может быть и нельзя, но по крайней мере вот такая погода конечно влияет и на качество газона и на характер игры. Это конец сентября. В общем, наверное, особо удивляться не приходится. Еще два октябрьских матча предстоят нашей команде и там тоже вряд ли стоит ожидать курортной погоды. Надо еще эту встречу доиграть, потому что 20 минут, которые остаются до финального свистка, это очень большой промежуток времени. Все еще может произойти и очень неплохо было бы второй мяч забить. Федор Черенков попытался это сделать, ушел от опеки и тут же развернувшись пробил поворотом с правой ноги. Расмусон помоложе, чем его визаверин от Досаев. Расмусону 24 года, но я уже говорил о том, что он приобрел определенный опыт международных встреч за сборную Дании, играл на чемпионате Европы и какие-то вещи, которые приходят голкипером с опытом, ему уже свойственны, в частности, умение четко выбирать позицию. Вряд ли в эпизоде с голом Протасова можно какие-то серьезные претензии предъявить вратарю сборной Дании. Там скорее нужно говорить о том, что полевые игроки, во-первых, дали сыграть головой Морозову, ну и потом проспали этот тревог Протасова. Конечно, отметим действия наших футболистов и в том числе отличную передачу Анатолия Демьяника. Ну вот по стадиону уже стали объявлять порядок выхода с трибун по окончании матча. Это верный такой сигнал, что игра постепенно переходит в свою такую финальную часть, хотя мы уже говорили о том, что времени еще предостаточно для того, чтобы счет изменился и датчане не потеряли шансов этот матч спасти и вытащить. Мортен Ольсен, Бергграин, Фриман, слева сыграл с Лербе, ну а Лербе куда-то за боковую отдал передачу. А пытка пробить издали, защитник Буск понял, что никто его не собирается атаковать и решил пристреляться. Здесь мяч в спину попал Протасову, но все равно даже если удалось принять эту передачу нашему нападающему, было бы очень сложно, потому что буквально окружали его соперники, их было четверо рядом, в том числе вот эта Верзила Буск, который на удивление быстро успел вернуться на свою половину. На удивление быстро, если принимать внимание на его габариты. Мельбю. Арнесен на Мельбю и тот неточный пас отдает Заваров. В поисках мяча стал часто на свою половину поля оттягиваться Заваров. А сейчас вообще датские полузащитники и Фриман с Лаудрупом, которые олицетворяют собой атаку, в большей степени вот они за счет возросшей активности мешают нашей команде быстро переходить из оборонного атаку и давление на ворота Расмусона, которое мы отмечали в первые 15, может быть 18 минут после перерыва, это давление уже практически сошло на нет. Демьянника. Хороший пас и хорошая скидка Заваров. Удар поворотом. В предыдущем эпизоде скидку выполнял Олег Протасов. Его умение играть головой мы с вами уже оценили по ходу сегодняшней встречи. Пусть ему не удалось отличиться в тех эпизодах, когда он бил головой, но все равно это было опасно и все равно было видно, что это его сильная сторона. Мельбио. Красиво сыграл Бертельсен, правда партнер едва удержал мяч в пределах поля. Обе сборные в итоге попадут в финальную стадию чемпионата мира в Мексику. и обе остановятся там гораздо раньше, чем многие предполагали, многие из обозревателей, журналистов, специалистов, основываясь на том качестве игры, которое продемонстрировали и датчане, и советские футболисты в групповом турнире. Ну, это будет еще несколько месяцев спустя, почти год спустя, в июне 86-го, а пока у нас на календаре сентябрь 85-го. Бергрен. Клаус Бергрен снова встретился с мячом и снова сделал передачу чуть назад на коротке, но вот сейчас пошел в обводку, нет там надо было преодолеть сопротивление поочередно трех советских футболистов, прежде чем удалось бы войти в штрафную. Ну, а Бергрен на первом же споткнулся. Чувадзе. Чувадзе. Олейников. Передача на правый фланг. Гоцманов. Гоцманов окончательно переместился на правую бровку еще в первом тайме после того, как получил травму Николай Лоренов. Заваров. В центр отошел сейчас Джон Сивибак, именно он там перехватил мяч. Ну, а здесь перестарался, пожалуй, Геннадий Морозов и сейчас ему предъявляется желтая карточка. Первое предупреждение в этом матче. В прежние времена арбитры были куда более скупыми на желтые карточки, нынче. Но стоит, наверное, сказать, что конкретно эта встреча больших поводов размахивать карточками судье и не дает. Команда в целом играет весьма корректно, хотя и довольно жестко по эпизодам. Датчане атакуют по центру. Фриман с Бергреном пытался сыграть. Фриман, кстати говоря, встречался с советскими футболистами не только как игрок сборной Дании, но и как игрок Андерлехта уже вот к этому времени. Правда, на этом стадионе ему выступать не доводилось. Он играл Зандерлехт против московского Спартака, но тогда ответная встреча проходила не в Москве, а в Тбилиси. Субтитры 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 Теперь уже советские футболисты большими силами при потере мяча отходят на свою половину поля и впереди остаются двое, максимум трое. Но это не значит, что наши перешли на такой пассивный футбол, в расчете только удерживать этот минимальный перевес в счете. Нет, вот видите, как только удалось мяч перехватить, сразу разжимается пружина контратаки. Если бы не вот этот Товсайд, а он действительно был, судя по всему, так вот, если бы не Товсайд, то Протасов мог бы очень опасно выдвигаться вперед и убегать один на один. Севебак подача в штрафную едва ли не впервые Джон Севебак с начала матча выполнил пас непосредственно в штрафную сборную Советского Союза. Михаил Лаудроп там уже много советских футболистов и не только защитники, но и ховбеки пришли на помощь, завладели мячом и Протасов, принимая его спиной к чужим воротам, сумел сохранить контроль. Севебак Вот так вот тоже можно действовать. Теперь уже наши стараются дорожить мячом, подольше его контролировать. Олег Блохин против Севебака. Блохин показывал, что угловой нужно назначить Севебак. Говорил, что отворот арбитр принял сторону Датчанина. Тем временем дождь постепенно стихает и вот некоторые из фотокорреспондентов уже даже закрыли зонты. Ну как последние капли дождя еще падают с московского неба, так и остаются еще последние надежды датской сборной на то, что она сумеет отыграться. Неплохая комбинация, правда, до удара дела довести так и не удалось. Вообще, вот так вот, если вспомнить, сколько там было ударов по воротам Досаева, ударов в створ за матч один, ну, может быть, два. Это комплимент действиям наших полузащитников и игроков обороны, которые пока, во всяком случае, очень надежно действуют, страхуют друг у друга по необходимости и практически не ошибаются. А вот удар по датским воротам. Правда, на этот раз удара точности не хватило. И что же там приключилось? По-моему, просто мяч банально свалился с ноги у Олега Блохина. да, так оно и есть. вот здесь. Вот сейчас Александр Чивадзе оказался один против датского форварда, но справился с ним. Там, в принципе, партнер мог подстраховать, но лучше, конечно, до этого было не доводить. Буквально вцепился в Заварова сейчас Клаус Бергрен. Физически он намного превосходит нашего полузащитника. Но мяч все равно остается у советской сборной. Мельбер. Микейль Лаудруп. Пока искал варианты, мяч у него уже отобрали. Гюргий Кондратьев готовится выйти на поле в составе сборной СССР. Минский Динамовец. Можно предположить, что он заменит кого-то из своих коллег по амплуа форвардов либо Олега Протасова, либо Олега Блохина. Вот видите, как важно сразу же вступить в отбор, если есть к тому предпосылки, если много своих рядом. Наши футболисты сейчас исключили возможность, саму возможность датской контратаки именно потому, что активно включились в отбор сразу же после того, как потеряли мяч. Мяч остался удачен, поэтому нет свистка Мельбио. И против него тоже было нарушение, но мяч по-прежнему у Гассей. Однако в этом случае посчитал Васарас, что надо уже свистеть, потому что та передача, которую уже падая сделал Мельбио, она снижала остроту датской атаки и не дать свисток это было уже действие в пользу провинившегося. Ну вот, как мы предположили, Олег Блохин, один из двух нападающих, двух номинальных нападающих нашей сборной, покидает поле и вместо него выходит также форвард Георгий Кондратьев. В сборной команде Кондратьев мощный игрок с хорошим голевым чутьем и, что очень важно, стабильный бомбардир. Вот удар по воротам, пожалуй, самая опасная ситуация у наших ворот с начала матча. Клаус Бергрен не сильно, но точно направлял мяч в дальний правый от Досаева угол ворот и наш голкипер с этой задачей не допустить гола справился. Меньше пяти минут до окончания матча. 1-0 сборная Советского Союза выигрывает у датчан в отборочном матче к чемпионату в отборочном 86. Бертельсен, Берр Грэн. Свистят зрители. Понятно, что не нравится им то, что датчане сейчас более активны. И напряжение последних минут, оно безусловно присутствует. Возросшее напряжение. Очень высока цена этого матча. Очень высока цена очков, которые разыгрываются. Это уже похоже на элементы навала в исполнении команды Зеппо-Пионтека. К чему она, собственно, не особо склонна. Но, опять же, концовка матча у нее свои законы. И нужно во что бы то ни стало датчанам отыгрываться. Есть у них высокорослые футболисты. И вот не случайно сейчас Ян Мельбю чаще действует практически уже в линии атаки. Он, как мы уже отмечали, может быть несколько тяжеловат. Зато он идеально чувствует позицию. Он высок ростом, и он может побороться вверху. Если уж не пробить сам, то сбросить мяч партнер. Буск. Долго держал у себя мяч датский защитник. В конце концов, нашел верное продолжение. И вот снова видите Мельбю в роли нападающего. Прессингует наших игроков обороны. В частности, Александр Чивадзе. Пришел помогать своим девятый номер Сергей Олейников. Дорт Малафеев, Владимир Сальков там на дальнем плане. Тренерский штаб сборной Советского Союза. Здесь, как кажется, Мельбю нарушал правила. Немножко еще осталось продержаться нашей команде. Но продержаться, это, может быть, не самый правильный термин. Потому что именно советские футболисты контролируют мяч. И не просто так это делают, а выискивают возможность для того, чтобы поймать соперника на невнимательности и наказать его. Понятно, что датчане сейчас думают, прежде всего, о том, чтобы быстрее мяч отобрать и направить его вперед. Тоже неплохо Сергей Олейников. Ты своей активностью выиграл для нашей сборной еще несколько секунд. Показывает Чивадзе, что можно отыграть мяч Досаеву. Но и Ренат Досаев тоже торопиться не будет. В атаке у сборной СССР сейчас действуют Олег Протасов и Георгий Кондратьев. Они забили по два мяча в единственном пока победном матче этого отборочного цикла для сборной СССР ворота швейцарцев. Тогда была победа 4-0. Здесь же в Лужниках убедительная победа. И тогда еще к перерыву были забиты все четыре мяча. Вот эта победа дается гораздо сложнее. Она минимальна, но она очень-очень ценна. Два очка, которые набирает советская команда, позволяют ей снова оказаться в числе реальных претендентов на путевку в Мексику. Ну, пожалуй, последняя несколько судорожная попытка датчан спасти этот матч. Ее прерывает судейский свисток. Грека Вассараса 1-0. Сборная Советского Союза выигрывает у команды Дании. И сразу после матча датский посол зайдет в нашу раздевалку и благодарит советских футболистов за красивый футбол и подарит им на память футбольный мяч с автографами членов правительства Дании. Вот такой вот трогательный жест. А вместе с вами этот матч...